Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня будет такое небольшое флоговое видео на тему, как делать заказы, безопасно делать заказы товаров каких-то, ну, слух не знаю, но товаров точно через интернет. Я читаю подобные комментарии к подобным видео, да, там, где люди делятся, как они заказывали там на сайте iHeart или еще где-то, да, там за границей, какие-то эксклюзивные товары, которых, ну, невозможно найти в магазинах или даже у посредников, и лучше это сделать, значительно купить, значительно дешевле, купить уже напрямую за границей, в том дальнем зарубежье, чтобы прислали авиапочтой. И один из самых больших страхов, их всего три, которые озвучиваются, это по поводу оплаты. Вопрос первый, по поводу оплаты. Девочки спрашивают о том, что, а можно ли заказать так, чтобы вот, когда ко мне придет оно по почте, я могла бы оплатить наложенным платежом, допустим. Сразу хочу вам сказать, что все сайты, которые работают путем авиадоставки, да, то есть они расположены за границей, это может быть в Великобритании, как это сайт, допустим, мне приходила посылка с палеткой Naked 2, я заказывала на сайте Look Fantastic, либо же это может быть сайт iHerb, когда посылка шла со Швеции, либо же это может быть сайт очень известный Buying Cons, где я заказывала аксессуары для своего iPad, который шла с Китая, да, и такие сайты, они обычно не играются с наложенным платежом, да, но бояться не стоит, потому что рассчитываясь за эти товары наперед, через интернет, посредством своей карты, то вы можете быть спокойны. Посредником между ним чаще всего выступает такая международная система расчетов платежей, как PayPal, я думаю, вы об этом слышали, PayPal. Вот этот посредник, он является своего рода финансовым, скажем таким, финансовым гарантом, да, что деньги, которые снимутся с вашей карты, они официально зачисляются, официально от вашего имени зачисляются на этот сайт, как заплата за определенный товар, это подтверждается, и какого-то кидалова, да, грубо говоря, не будет, потому что такие сайты живут на продажах, на том, чтобы людям удобно было рассчитаться, и они получили свой товар в надлежащем состоянии. То есть поймите, они живут именно с продаж, эти сайты, да, которые торгуют этими товарами, которые вас интересуют, именно с продаж, а не с каких-то там махинаций, да. Поэтому если на сайте указан значок, что они используют систему PayPal, то этому уже, скажем так, процентов на 80 можно доверять, потому что сама система PayPal просто не включится в работу с сомнительным сайтом. Второе сомнение, которое, кстати, пока еще про платежи. Для этого лучше всего открыть две карты, вот лично моя такая рекомендация, да. Есть карта основная банковская, да, куда вы можете ложить сумму, определенную сумму денег только для, откройте карту, только для расчетов через интернет. Я рекомендую не подключать сюда свои зарплатные карточки, какие-то карты с постоянным доходом, карты с депозитов, куда капают проценты с депозитов, если такие у вас есть, а именно открыть карту специально для расчетов в интернет. Не полениться пойти в банк, положить туда определенную сумму для расчета, чтобы потом можно было рассчитаться. Если вы боитесь сайтов, которые будут автоматически снимать деньги за какие-то услуги, а такие есть, допустим, в моем собственной практике есть такой сайт, JVO Conference, да, это интернет-комнат для общения, и там я не очень внимательно почитала условия, оказывается, что если ты даже не пользуешься какой-то комнатой в следующий месяц, то будут автоматически сниматься деньги. Поэтому, чтобы такого не произошло, чтобы вы могли точно быть уверены, что с вашей карты снимутся деньги только за то, что вы приобрели, даже если это услуга, повторюсь, не товар, а какая-то виртуальная услуга, то желательно к своей основной, сейчас закрою номер, к своей основной карте открыть еще карту дополнительную, карту дополнительную. Она обычно называется Visa Virtuan. Visa Virtuan, видите? То есть, только для интернет-расчетов. Вот, допустим, к этой карте я открыла вот такую вот карту этого же банка, только для расчетов в интернет. Во многих банках есть такая услуга, вы уточните, обычно такая карта недорого стоит, дополнительная. И по этой карте будет еще именно от банка идти дополнительная проверка, действительно ли вы хотите рассчитаться по этой карте за такой-то товар или услугу. Тогда это вообще просто железобетонная будет гарантия с вашей стороны, что деньги не снимутся просто так с вашей карты, что они не будут сниматься без вашего ведома, и включается просто, знаете, еще одна дополнительная технология безопасности, банковская, международная технология. Второй страх, который обычно преследует тех, кто заказывает первый раз, это пришлют ли в надлежащем состоянии, или там нужного цвета, или там вдруг я закажу одно, а пришлют другое, или я закажу это, а пришлют совсем не то, что нужно, или обломанное, или какое-то помятое, или еще что-то. Обычно сайты, которые занимаются авиаперевозкой, именно таких немного, они дорожат своей репутацией. Во-первых, они не станут отсылать товар, если ваша страна не обслуживается. То есть, если они в вашу страну не могут что-то отослать, то этой страны просто не будет в перечне их доставки. Очень часто здесь девочки на YouTube, бьюти-блогеры рассказывают о том, что они заказали то или иной продукт, какой-то кисти, палетки или еще что-то, и при этом в дальние зарубежья оно высылается в Швецию, в Германию и так далее, а в Россию, Украину, Казахстан не высылается, допустим. То после того, как они же сами бьюти-блогеры сделали рекламу, то этот сайт открывает новые для себя страны. Они начинают высылать. А теперь есть доставка и в Украину, а теперь есть доставка и в Российскую Федерацию, а теперь есть доставка в Казахстан и так далее. Вот, поэтому перед тем, как будете что-то заказывать, убедитесь, есть ли доставка в вашу страну. Я здесь под видео приведу три очень надежных сайта, которые проверены многими людьми, просто миллионами людей, которые там, ну, из, скажем так, из постсоветских стран, которые там буквально живут, они все время что-то заказывают. И которые проверены, которые пробовала я сама, которые вот действительно можно безопасно заказывать. И последний страх, который преследует, это доставка. У меня лично был такой случай, когда я с сайта iHerb я ждала посылку больше трех недель. Это был единственный случай, когда я заволновалась, потому что я не знала, откуда она будет идти. Уже потом я видела, что посылка пришла из Швеции, и буквально, ну, очень волновалась, заглядывала в почту каждый день, бегала туда, на почту узнавала, посмотрите, а может быть есть какая-то там по базе и так далее. В результате посылка пришла, все в порядке, просто она пришла позже. Имейте в виду, что посылки могут идти до шести недель, это считается нормальным. В целом же они доходят, все в порядке, но в любом случае, когда вы формируете заказ, вам присваивается аккаунт, то есть такой как бы электронный кабинет, где вы можете отслеживать свои заказы, смотреть статус и так далее. Вы в этом статусе сможете, в этом электронном кабинете вы сможете увидеть, в каком состоянии находится ваша, ну, в каком пути, скажем так, в каком этапе находится ваша посылка. Это как бы дополнительное вам уведомление. Часто и густо доставка оплачивается вами, то есть это порядка пяти-шести долларов, либо же даже бесплатно, как бывает на сайте Байенконс. Очень удобно, даже если ты заказываешь одну штуку, какой-то мизер, то доставка тебе будет бесплатна. Я думаю, что эти самые три больших страха я смогла развеять и помочь вам. Какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, рассказывайте про свой опыт заказа на тех или иных сайтах, и думаю, что мы сможем помочь тем, кто это делает первый раз. С вами была Оксана Терехова, увидимся в следующих видео. Всего доброго, пока!